Шалом, мои дорогие друзья! Скоро наступает праздник света, праздник Ханука. Главная заповедь Хануки – это зажигать свечи на восьмисвечнике Хануки. Делается это в память о чуде, когда в очищенном от захватчиков Иерусалимском храме масло в миноре, которого должно было хватить на один день, горело целых восемь дней. В нашей традиции, дорогие друзья, есть две ситуации, когда мы зажигаем свечи. Первая – это свечи субботы или Йомтова, праздника, заповедованного нам Торой. Вторая – это свечи Хануки. Между этими двумя ситуациями имеется существенное отличие. Во-первых, отличается количество зажигаемых свечей. Перед шабатом замужняя женщина зажигает две свечи, а не замужняя – одну. Существует также обычай зажигать дополнительную свечу за каждого члена семьи. В Хануку, дорогие друзья, свечи зажигают все восемь дней праздника, каждый день прибавляя по одной свече. Но существует и еще одно качественное отличие, дорогие друзья. Заповедь о зажигании субботних свечей возлагается на женщину. Зажигать ханукальные свечи должен мужчина. Почему? Изначально, когда еще не было электрических светильников, дорогие друзья, мудрецы установили заповедь о зажигании субботних свечей. Именно для того, чтобы в шаббат в доме было светло. И домочадцы не перессорились, натыкаясь в темноте друг на друг. То есть главное предназначение субботних свечей – это создать в доме мир, уют и тепло. И что может быть естественнее, чем возложить эту заповедь, эту задачу на женщину, хранительницу домашнего очага. Задача ханукальных свечей иная. Она заключается в том, чтобы исполнить заповедь «Пирсумей Ниса», распространить весть о чуде везде. Неслучайно ханукальный светильник ставят у входа в дом или на окне и зажигают свечи в темное время суток, чтобы они были видны как можно большему количеству людей. Влиять на окружающий мир, усиливать свет и святость в мире – это задача больше подходящая для мужчин. В современной действительности, дорогие друзья, роли мужчин и женщин во многом перемешались. Ханука, дорогие друзья, это подходящее время для того, чтобы заново расставить акценты и вспомнить, что у каждого из нас есть свое предназначение, свой собственный божественный дар. А истинный героизм хануки – борьба не только против внешнего врага, но и против собственного бездействия, против сытого самодовольства внутреннего врага. Мы должны раскрыть в себе внутренний источник святости, дорогие друзья, задаться вопросом, чего же от нас хочет Всевышний. Для того, чтобы эту истину открыть, дорогие друзья, в первую очередь нужно действие. Очень конкретное и понятное. Зажечь ханукальные свечи в первый день одну, во второй две и так далее. Зажигайте, действуйте, и тогда даст Бог, мы удостоимся увидеть, как зажигают минору в отстроенном Иерусалимском храме. Желаю вам, дорогие друзья, чтобы дни хануки принесли нашему народу здоровье и парносу, радость и много-много света. Хак Самеях, ваш Равин Каплан. Субтитры создавал DimaTorzok